Здравствуйте, товарищи зрители! Сегодня видео, пожалуй, про самые главные витамины, вернее, пару B12 и B9. И сейчас вы узнаете пошагово, кратко и при этом исчерпывающе, что такое гомоцистеин, почему витамин B12 и B9 работают на пару, за что в организме отвечает B12 и B9, у кого возникает дефицит B12, кто в группе риска, каковы наиболее частые характерные симптомы дефицита витамина B12 и B9, к чему приводит дефицит витаминов B12 и B9, чем особенно опасен дефицит этих двух витаминов для беременных женщин, за какие важнейшие физиологические функции в организме отвечают эти два витамина, какой B12 и B9 надо принимать, кому, зачем, сколько и почему. Сейчас все услышите и все поймете. Слушайте внимательно, это жизненно важная информация. Когда вы сдаете анализ на витамин B12, обязательно сдавайте и анализ на гомоцистеин. Гомоцистеин это побочный продукт переработки метионина. При повышении гомоцистеина он становится ядовитым, токсичным, он накапливается в клетках организма, а также в плазме крови и внутриклеточном пространстве, отравляя нас. По этому анализу на гомоцистеин, если он повышен, мы можем явно судить о том, что дефицит витамина B12 точно есть в организме, даже если он показан на анализе как норма. Да, тут возможны ошибки. Например, из-за высокого содержания витамина B9 идет некая маскировка, и реальное содержание витамина B12 анализа не покажут. B12 преобразует гомоцистеин в метионин, очень важную необходимую аминокислоту, тем самым снижается уровень токсичного гомоцистеина в организме. Если B12 недостаточно, гомоцистеин будет повышен, это аксиома. При повышенном гомоцистеине возникает чувство усталости и утомления, плохое эмоциональное состояние, плохая память и концентрация внимания. Да, эти симптомы могут быть связаны с дефицитом, например, железа, но если железо, ферритин в норме, если нет дефицита магния, если вы едите зелень, а есть такие симптомы, скорее всего, дело в дефиците витамина B12. B12 участвует в процессе кроветворения, создаёт условия для образования полноценных эритроцитов. Этот витамин также восстанавливает липидный обмен в организме, поддерживает его на должном уровне, отвечает за работу центральной нервной системы, помогает бороться с анемией, борется со стрессами, восстанавливает нервные окончания мелиновой оболочки и защищает сердце от инфарктов. Витамины B9 и B12 вместе сообща образуют одну из самых мощных пар витаминов. Их взаимодействие поддерживает некоторые самых важных функциональных процессов деления клеток репликации клеток ДНК, и они вместе участвуют в процессе кроветворения. Их взаимосвязь очень важна и недооценима многими врачами. Кстати, они оба выступают кофакторами при синтезе метионина из гомоцистеина. Есть несколько групп людей, которые находятся в высоком риске развития дефицита витамина B12. Кто это? Ну, во-первых, конечно, вегетарианцы и веганы. Поскольку витамин B12 в природе синтезируется определенными видами бактерий, в основном живущих в кишечниках тех или иных видов животных, и накапливается в мышечной ткани и органах, и не содержится в растительной пище, а содержится в животных, так называемых, продуктах, то группа людей, которые не ест животные продукты, находится в зоне риска. Но B12 все-таки синтезируется в организмах людей. Правда, не всех. Об этом подробнейшее видео у меня было на моем канале. Ссылку на него я оставлю вам прямо под этим видео. Сейчас не вижу необходимости повторять и терять на этом время. Но вы думаете, только веганы находятся в зоне риска? Нет, конечно. Слушайте дальше. Вторая группа риска – это люди, у кого низкая кислотность желудочного сока, то есть гипооцидность, поскольку у этих людей будет затруднено поглощение витамина B12 из пищи. Ведь кислота в желудке играет огромную роль в расщеплении B12 из пищи, в добывании ее. И поэтому, почему я постоянно говорю, что перед каждым приемом пищи лучше, желательно, употреблять по одной столовой ложке натурального яблочного уксуса, гостовского, только яблочного, другие виды уксуса бесполезны, они не будут это делать. На одну треть стакана теплой воды. Третья группа риска – это заболевания желудка. Такие, как атрофический гастрит. Тогда также идет нарушение в поглощении B12 из пищи. Это синдром дырявого кишечника, синдром избыточного бактериального роста. Все эти дисбактериозные состояния. Ведь тогда повреждается слизистая защитная и желудка, и кишечника, и возникают нарушения в усвоении определенных нутриентов. Четвертая группа риска – применение метформина. Это так называемое лекарство часто используется для лечения сахарного диабета второго типа. Хотя второй тип диабета лечится за три недели максимум, если человек кардинально изменит питание. Об этом куча моих видео, начиная от видео под названием «Инсулинорезистентность» и до самых последних. Есть целый плейлист по сахару и инсулину. Я оставлю вам на него ссылку. Пятая группа – прием аспирина. Да-да, длительное употребление аспирина вызывает раздражение слизистой оболочки желудка, а также может вызвать гастрит и те нарушения, о которых я уже говорил, связанных с усвоением витамина В12. Ну и шестая группа риска – люди, которые перенесли операцию на желудке. И тогда у них нарушается синтез внутреннего фактора КАСЛА, необходимого для усвоения витамина В12. В9 и В12 – это биологически активные вещества, которые помогают синтезировать новые белки, переваривать глюкозу, участвуют в производстве клеток крови эритроцитов и поддерживают работу нервной системы. Наиболее частые симптомы дефицита витаминов В9 и В12 – это повышенная усталость, утомляемость, плохое заживление ран и склонность к кровотечениям, хотя здесь могут быть и проблемы с дефицитом витамина К1 и К2, раздражение и сухость кожи, нервозность, стрессо-неустойчивость, нарушение работы желудочно-кишечного тракта, например, эзофагит, гастрит, энтерит, поражение языка, гласит очень характерный признак симптом дефицита. А также в общем анализе крови выявляются патологические формы эритроцитов. Очень характерный признак. Теперь очень важны акценты. Дефицит этих двух витаминов приводит к нарушению кровотворения. В костном мозге замедляется деление и созревание эритроцитов, из-за этого их количество в крови снижается, а средний размер увеличивается. Кстати, увеличенные размеры эритроцитов тоже косвенно показывают на дефицит В12. И нужно точно делать анализы на В12. Причем не один, а повторно, через несколько дней. И вот именно тогда, когда увеличивается размер эритроцитов, развивается витаминодефицитная мегалобластная анемия. Есть такой вид анемии. Это из-за дефицита витамина В12. Кроме того, из-за дефицита витамина В12 повышается уровень аминокислоты гомоцистин, о которой я уже говорил. И она оказывает разрушительное воздействие, надо вам сделать акцент, на сосуды и повышает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, а также болезней нервной системы. Особенно опасен дефицит витаминов В9 и В12 у беременных, потому что нарушается процесс формирования органов и тканей ребенка. И это может привести к порокам развития нервной системы. Например, гидроцефалии. Слышали про такое? Это часто именно из-за дефицита В12. Это может привести к спинномозговым грыжам, к анонцефалии это может привести, к нарушению формирования конечностей, к порокам сердца. Кроме того, дефицит В9 может грозить прерыванием беременности. Да, В9 это фолиевая кислота, не путайте с фулевовой кислотой. Ну а какие важнейшие физиологические функции в организме выполняют витамины В9 и В12? Во-первых, предупреждают преждевременное разрушение красных кровяных телец и ретроцитов, помогают организму избавиться от чрезмерного количества вредного токсичного гомоцистеина, и тем самым предотвращают сердечно-сосудистые заболевания, болезнь Альцгеймера и деменцию. Да-да, дорогие друзья, болезнь Альцгеймера и деменция. Это условно-старческие заболевания, хотя причина здесь дефицит витамина В12. Конечно, есть и другие, например, отравление алюминием, мышьяком и другими тяжелыми металлами и вредными отравляющими веществами, но тем не менее и эти дефициты тоже. Далее, какие еще важнейшие функции задачи? Они участвуют в создании миелиновой оболочки нервного волокна, то есть процесса метилирования, необходимой для защиты его структуры и для передачи нервных импульсов. Они предотвращают жировое, перерождение клеток печени, сердца, селезенки и почек. Они помогают поддерживать нормальный обмен аминокислот, жиров и углеводов, обеспечивая здоровье клеток и выработку достаточного количества энергии. Они участвуют как коферменты в усвоении белков и жиров. Они участвуют в синтезе ДНК и РНК. Итак, какой витамин В12 и В9 принимать? Ну, конечно, во-первых, В12 надо принимать только в виде метилкобаламина. Иные формы будут либо не усваиваться, либо очень плохо усваиваться. Во-вторых, конечно же, в липосомальной форме. И вот только сейчас такой уникальный комплекс, который содержит в себе и витамин В9, и витамин В12, в липосомальной оболочке доступен. А это значит, что липосома – это такая форма донесения до каждой клетки любого витамина и минерала, когда вещество окружено фосфолипидной оболочкой. Такая структура в нашем ЖКТ не разрушается, и вещество доносится в 100% сохранности до каждой клетки организма. А там отдается это вещество в клетку. Более того, а вот сама фосфолипидная оболочка идет на построение клеточных мембран, что, конечно, великолепно, идеально. Это полностью безоходное производство, говоря вообще об обмене веществ. Итак, этот уникальный комплекс В12 плюс В9 будет дан по ссылке под этим видео. Переходите по ссылке и приобретайте. Отправляем в любые города России и страны мира. Обратите внимание вот на что. На этом мало кто обращает внимания, кто зайдя уходит с странички нашего сайта. И некоторые пишут, на 10 тысяч рублей какой ужас вы продаете минимальное количество. Так вот, что я хочу сказать. Над каждым товаром, который стоит менее 10 тысяч рублей, в прямоугольной рамочке красного цвета, в самом верху, что написано? Написано, что если вы не можете, не хотите по какой-то причине приобретать на нашем сайте на общую сумму 10 тысяч, имеется в виду любых товаров, хоть по одной штуке, на 10 тысяч и более, у нас такие условия, переходите на другой сайт, надгар.су, на котором вы сможете купить хоть одну единицу товара. Такое разделение мы сделали по совершенно важным, понятным для себя, техническим условиям и возможностям нашей работы. Но чтобы любой человек мог приобрести, мы разделили на нашем главном сайте, где самый большой ассортимент, это надгард.ру, от 10 тысяч любых товаров. Вы можете набрать и заказать от 10 тысяч, а менее на любую сумму на другом сайте надгард.су. Рекомендованная доза 1 капсула в день, в баночке 60 капсул, значит на 2 месяца хватит одной баночки для взрослого одного человека суперэкономичный расход, потому что КПД усвоения близкий к 100%. Срок хранения более 2 лет, состав натуральный, никакой химии нет. И кратко послушайте, что еще есть у нас именно вот в липосомальной форме. Это железо, это антиоксидант глутатион, витамин С, витамин Д3, витамин К2, цинк, коэнзим Q10 с витамином Е и антиоксидант астексантин. Заходите, читайте, под каждым товаром есть видео, вот такое, как сейчас по B12 с B9. Послушайте, посмотрите и приобретайте эти очень важные для здоровья нутриенты. Да, еще очень советую почитать раздел препараты профессора Исаева. Ну и в завершение я попрошу вас поставить пальчик вверх, подписаться, кто еще не подписан на мой канал, нажать колокольчик и выбрать получение уведомлений о выходе всех видео, отправить ссылочку на это видео всем друзьям, знакомым, близким, поделитесь и оставьте комментарий под этим видео. Это поможет продвижению моих видео. И это будет минимальной хотя бы благодарностью от вас мне за мои труды, за мои видео. Всего вам хорошего, до новых встреч!